На скамье подсудимых 24-летний Ергалым, житель Жамбылской области. До недавнего времени он служил по контракту в войсковой части Южного округа. Несмотря на то, что Ергалым совершил уголовное преступление, судят его в военном суде. Во время последнего слова, предоставленного подсудимому, он полностью признал свою вину. Я осознаю тяжесть своего деяния, раскаиваюсь, приношу слова извинения похищенной и ее родителям. Пострадавшая девушка, которую мы не показываем по этическим соображениям, в ходе суда просила обидчика и даже ходатайствовала о минимальном наказании для своего похитителя. Как установило судебное следствие, молодые люди познакомились примерно два года назад. По признанию Ергалыма, в нем вспыхнули чувства к знакомой. Поэтому парень и решился на похищение, причем дважды. Но родители возлюбленные были категорически против, и если в первый раз они простили похитителя, тоже во втором случае обратились в полицию. Ергалым был арестован, ему предъявили обвинение в похищении человека с этих чающими обстоятельствами, совершенной группой лиц. По этой статье подсудимому грозил от 7 до 12 лет заключения. В ходе суда было установлено, что соучастников похищения у Ергалыма не было, он все совершил в одиночку. В связи с этим его обвинения были переквалифицированы на более легкую первую часть 125 статьи. Прошу учесть положительные характеристики моего подзащитного. Отсутствие прежних судимостей, раскаяние. Признать виновным по статье 125 часть 1 и назначить 4 года лишения свободы с применением статьи 63 Уголовного кодекса «Условное осуждение». Освободить из-под стражи. Суд назначил минимальный срок наказания условный. Ергалым, который все 8 месяцев следствия находился за решеткой, был выпущен из-под стражи в зале суда. Несмотря на мякость приговора, служители Эфемиды и прокурор подчеркивали недопустимость случаев, когда девушек принуждают к браку, похищая несчастных. Продолжение следует...